Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Балакирев, и на этом занятии мы начинаем изучение важной темы в объектно-ориентированном программировании наследования. Давайте предположим, что у нас в программе с вами имеется два вот таких вот независимых класса. И как вы понимаете, если мы сейчас создадим экземпляр класса Geom, то совершенно спокойно можем обратиться к свойству name, то есть g.name, и отобразить ее в консоли. Запускаем программу, и видя вот эту строчку Geom, никаких ошибок у нас не возникает. Но через вот этот вот объект G мы, разумеется, не можем вызвать метод draw совершенно другого класса line. У нас возникнет ошибка, что такого атрибута не существует. Однако, если мы создадим экземпляр класса line, и вызовем этот вот метод draw уже через объект L, то у нас уже никаких ошибок не будем. Выполняем программу, и видим рисование линии. То есть, вот эти вот два класса Geom и Line, это совершенно два разных пространства имен, два разных класса. Но при необходимости мы можем установить связь между ними. И, например, сделать так, чтобы открытые атрибуты класса Geom были доступны в классе Line. Записывается такая связка следующим образом. После класса Line ставим круглые скобки и прописываем класс, класс Geom в данном случае, который собираемся расширять другим классом. В данном случае, классом Line. В частности, мы теперь совершенно спокойно можем через вот этот вот объект L обратиться к атрибуту Name, который определен в классе Geom. Давайте в этом убедимся. Я напишу здесь print L.Name. Запускаем программу и видим, что у нас теперь все сработало. То есть, у нас получилась связка вот этого класса Line с классом Geom. Вот такая вот конструкция, когда один класс определяется на основе другого, называется наследованием. Причем класс Geom называется базовым или родительским классом, а класс Line – подклассом родительского класса или дочерним классом. Ну а графическую иерархию наследования принято изображать в виде вот таких вот прямоугольников, соединенных стрелками. Причем стрелка направлена от дочернего класса к базовому. То есть, вот именно таким образом. И у нас сейчас иерархия наследования. Вверху стоит базовый класс Geom, и от него наследуется класс Line. Для чего может понадобиться наследование? Давайте добавим в класс Line метод setChords. И будет он выглядеть следующим образом. Значит, я пропишу def setChords. И в качестве параметров мы будем передавать координат линий. Значит, координата начала и координата конца. x2, y2. Ну, а здесь, соответственно, мы сделаем self.x1 равняется x1. И далее то же самое для всех остальных координат. Поэтому я просто скопирую здесь, напишу y, y. Здесь у нас, соответственно, будет x2, тоже x2. А здесь y2, y2. А затем мы с вами определим еще один подобный класс, подобный класс Line, который будет отвечать за прямоугольники. Ну и назовем его rect, допустим. То есть у нас будет rect. Он наследует тоже от класса Geom, от общего класса. Здесь уже будет рисование не линии, а прямоугольника. Ну, а метод setChords будет абсолютно тем же самым. То есть смотрите, что у нас здесь в итоге получилось. Есть два класса, rect и line. И в этих двух классах, естественно, у нас получилось такое дублирование кода. То есть вот этот вот метод setChords полностью повторяется в обоих классах. И это дублирование будет быстро нарастать с увеличением классов для различных геометрических фигур. Чтобы этого не было, мы можем общий для всех дочерних классов вынести в базовый. И в частности, вот этот вот метод setChords определить в базовом классе Geom. Давайте я вот здесь вот их уберу, эти методы, и пропишу вот здесь вот в базовом классе Geom. Соответственно, в line мы тоже уберем setChords. И у нас получается вот такая вот реализация. Теперь ниже мы можем совершенно спокойно создать экземпляры вот этих вот классов line. Давайте rect мы тоже сделаем. Ну и вызовем вот этот вот метод setChords. Значит, l.setChords. И передадем какие-нибудь координаты. Допустим, 1, 1, 2, 2. Ну и то же самое для прямоугольника. Значит, r, setChords и те же самые координаты. Запускаем программу, и никаких ошибок у нас нет. Все выполняется. Но давайте внимательнее посмотрим, что у нас здесь в итоге с вами получилось. Во-первых, иерархия наследования у нас теперь вот такая. Есть общий базовый класс Geom и два дочерних, line и rect. В дочерних классах дополнительно присутствует вот такой вот метод draw, а в базовом вот этот вот метод setChords, который общий для обоих дочерних классов. Далее. Когда мы вызываем метод setChords через объект класс Line, то этот метод сначала ищется в классе Line. Если он там не находится, как в нашем случае, то поиск продолжается в базовых классах. Ну, в данном случае мы переходим в класс Geom. Здесь этот метод setChords находится и выполняется. Причем вот этот вот параметр self метода setChords будет ссылаться на объект вот этого вот класса Line. То есть это, по сути дела, ссылка на вот этот вот объект L. И это очень важный момент. Параметр self в базовых классах может ссылаться не только на объекты этого же класса, но и на объекты дочерних классов. Если вот этот вот метод setChords, как в нашем случае, был вызван через объект дочернего класса. То есть, видите, мы до сих пор, когда с вами говорили о классах, то я говорил, что параметр self ссылается на объекты этого класса. Но, когда у нас происходит наследование, и появляется дочерний класс у какого-либо базового класса, то вот этот вот параметр self может ссылаться не только на объекты этого базового класса, но и на объекты дочернего класса. Все зависит от того, откуда этот метод setChords был вызван. Если он вызывается из объектов дочерних классов, вот как вот здесь вот из класса Line или из класса Rect, то параметр self будет ссылаться уже на соответствующий объект дочернего класса. Почему это важно? Смотрите. Во-первых, вот этот вот параметр self здесь формирует локальные свойства именно для объектов вот этих вот дочерних классов Line и Rect. Давайте в этом убедимся. Я с помощью print выведу локальные свойства этих объектов. Значит, у нас здесь вот коллекция dict есть для L и то же самое для R. Запустим программу и видим, что в этих объектах созданы нужные нам локальные свойства, координаты точек x1, y1, x2, y2. Это произошло как раз вот благодаря тому, что параметр self, когда вызывался метод setCords, ссылался на соответствующий объект дочернего класса. Чтобы это все было до конца понятно, я поставлю здесь точку останова и запущу программу в режиме отладки. Смотрите. Первый раз вызывается метод setCords, когда мы вызываем его из объекта Line. Соответственно, вот этот вот параметр self у нас здесь сейчас является объектом класса Line. Видите, здесь написано self равняется Line, ну и так далее. То есть, это действительно объект класса Line. А когда мы второй раз вызовем вот этот вот метод setCords, то, соответственно, self уже будет ссылаться на другой объект, объект класса Rect. То есть, вот именно так здесь все и работает. Ну, разумеется, если мы этот метод setCords вызовем непосредственно через класс Deom, через объект класса Deom, для этого мы его вначале создадим, а затем вызовем g.setCords, setCords, и здесь вот какие-нибудь значения 0,0, допустим, поставим, и запустим нашу программу опять же в режиме отладки, то, смотрите, этот self будет, естественно, уже являться объектом класса Deom. То есть, все зависит от того, через какой объект был вызван этот метод. То есть, вот это очень важный момент, когда мы рассматриваем наследование, делаем наследование класса и вызываем те или иные методы. Но все же, почему это важно? Вот смотрите, формально мы вот здесь вот можем вызвать еще вот метод draw из дочернего класса, вот так вот. Ну, то есть, это мы можем сделать, когда вызываем setCords не вот таким вот образом, сразу через базовый класс, а через объекты LR. Вот давайте вот мы сейчас вот запустим нашу программу и убедимся, что здесь идет рисование линии и рисование прямоугольника. То есть, когда отработал вот этот вот метод setCords первый, и был вызван вот, соответственно, метод с параметром self, который ссылался на объект класса line, то в объекте класса line был вызван вот в этой строчке метод draw, который отобразил рисование линии. И мы здесь это вот видим. А когда был вызван этот же метод setCords уже через объект класса rect, то, соответственно, self ссылался на объект класса rect, и вот этот метод draw был вызван уже из объекта класса rect. Но вот такая вот конструкция, когда мы в базовом классе пытаемся вызвать метод, какой-либо метод, определенный в дочерних классах, таит в себе потенциальную опасность. Потому что если вот мы раскомментируем вот эти вот две строчки и вызовем вот этот вот метод setCords уже непосредственно через объект базового класса, то, как вы понимаете, вот здесь вот уже метода draw у него не будет никакого. Потому что вот в этом классе geom метод draw никак не определен. Давайте в этом убедимся. Я запущу программу, и смотрите, действительно, у нас возникла ошибка, что метод draw, атрибута draw не существует в классе geom. То есть мы, когда определяем какой-либо метод в базовом классе, следует придерживаться одного простого правила. Вызывать внутри этого метода следуют те методы, другие методы, которые определены в этом же классе geom или в его базовых классах, но не в дочерних. Иначе мы можем получить случайно вот такую вот ошибку. Я уберу вот этот вот вызов метод draw, он здесь явно лишний. Запустим программу, и теперь уже у нас никаких ошибок нет. Похожим образом происходит и обращение к свойствам базовых классов. Вот сейчас в базовом классе есть вот такое вот свойство, name, и мы можем к нему обратиться через объекты l и r. И я, в принципе, вам это уже вначале показывал. То есть мы можем прописать print l.name, ну и то же самое print r.name. Если запустить программу, то в обоих случаях увидим вот этот вот geom. То есть вот когда происходит обращение к какому-либо атрибуту, то сначала этот атрибут ищется в соответствующем классе, ну в данном случае в дочернем классе line, вот когда вот идет обращение через объекты l, то мы сначала в классе line ищем вот этот вот атрибут name. Но так как его здесь нету, то поиск продолжается в базовом классе. Ну в данном случае это класс geom, и здесь этот атрибут name находится и выводится его содержимой. То есть вот эта вот строка geom. Ну и то же самое происходит, когда мы обращаемся к name через объект r. Но если мы вот здесь вот в классе line, например, определим этот атрибут name, скажем, со значением line, вот так вот, и опять же запустим программу, то у нас вот здесь вот в первом случае мы видим line, а во втором geom. То есть все отработало вот таким вот образом. Сначала, вот когда вот первый принт вот здесь вот отрабатывал, то мы обратились вот к этому атрибуту name объекта класса line, а в объекте класса line у нас уже присутствует этот атрибут. Поэтому именно он и был взят. А когда мы обращались к этому же атрибуту через объект класса rect, то в этом классе rect нету атрибута name, и поиск продолжился в базовом классе. И был взят вот этот вот name из базового класса geom. Поэтому в втором случае мы видим просто geom. Кстати, когда мы определяем какой-либо существующий в базовом классе атрибут, вот в данном случае name, он существует в базовом классе geom, то это называется переопределением атрибута. И интегрированная среда нам это показывает. Вот такой вот стрелочкой вверх. То есть видите, кружочкой стрелочкой вверх. Это вот как раз обозначение того, что атрибут name переопределяется здесь в дочернем классе. А в базовом классе мы наоборот видим стрелочку вниз. То есть это вот как раз говорит о том, что вот этот вот name переопределяется в дочернем классе. То есть вот если мы вы интегрируем среди PyCharm, видим вот такие вот стрелочки, Это как раз и говорит о том, что переопределяется тот или иной атрибут. И то же самое происходит с методами. Если, допустим, в базовом классе Geo добавить метод Draw, то вот здесь вот перед этим методом мы увидим такую стрелочку вниз, потому что метод Draw также существует и в дочерних классах Line и Rect. А в дочерних классах мы увидим напротив этого метода Draw стрелочку вверх. То есть вот это вот обозначение как раз переопределение либо методов, либо свойств. Ну, а работает это переопределение очевидным образом. Если вот этот вот метод Draw вызывать через дочерние классы, то есть через объекты дочерних классов, ну, например, вот так вот, L Draw и R Draw, то, соответственно, будут вызваны вот эти вот методы, непосредственно прописанные в дочерних классах. Давайте я запущу программу, и мы в этом убедимся. Значит, рисование линии и рисование прямоугольника. А вот если, скажем, в классе Rect мы уберем этот метод Draw, я вместо него пропишу просто вот так вот конструкцию Pass, то есть это будет пустой просто класс Rect, и опять же запустим программу, то у нас в обоих случаях получилось рисование линии. Да, это из-за того, что я вот здесь вот забыл написать. В классе Geom не рисование линии, а рисование примитива давайте напишем. Опять же запустим программу, и вот теперь все правильно. Значит, рисование линии и рисование примитива. То есть, когда мы вызывали метод Draw для объекта класса Rect, естественно, в этом классе метод Draw найден не был, поэтому поиск продолжился в базовом классе. Ну, в базовом классе мы его нашли и, соответственно, выполнили. И поэтому здесь вот видим рисование примитива. Вот так вот в целом работает переопределение атрибутов в дочерних классах. На этом мы завершим наше первое знакомство с механизмом наследования. Надеюсь, все описанные моменты вам здесь были понятны, и если это так, то переходите к следующему занятию, где будем продолжать изучение этой важной темы.